Сегодня мы познакомимся с вами с историей Сибирской оборонительной линии XVIII века. Русское освоение Сибири начиналось с севера, и первые города, как многие, наверное, знают, это вот такие города, как Тобольск, Тюмень, Томск, строились еще в конце XVI-начале XVII века. Первая по времени строительства – это так называемая Иртышская линия. Хотя она так и не называлась до этого, но появление ее связано с формированием восточной и среднеазиатской политики Петра I. То есть Петр I четко определил задачу появления этой линии оборонительных сооружений как стремление достичь золотых приисков, которые находились в районе реки Дарьи, то есть современное название Амур-Дарья. А вот полковнику Бухольцу было повелено по Иртышу двигаться до города Яскенда и основать там крепость. И в задачи, поставленные государством, у него входило создание целой серии крепостей по реке Иртыш вот в сторону Центральной Азии. Он двинулся в экспедицию и дошел до места, которое Яскенда основал, крепость. Но однако же его ждала тут неудача. Вот это движение, что ли, внешнеполитическое, было негативно воспринято джунгарами, которые контролировали этот участок Великой Степи, и подвластные им Киргигской Кайсаки осадили эту крепость. Осадили. Осада длилась несколько месяцев, и очень тяжелая осада была для Бухольца и его дружины, так сказать, его экспедиционного корпуса. И он принял решение о компромиссе. И, так сказать, не сдал крепость, то есть не взяли кочевники ее. Но, тем не менее, вот после переговоров решено, что он уйдет с этой территории, крепость строят, так и произошло. Отступил к точке начальной своего маршрута и основал город Омск. В 1716 году вот дата основания города Омска. То есть, одну из задач он, конечно, выполнил. Хотя и вот этот поход был признан неудачным, тем не менее, Петр Первый не отступил от нее, от этой политики, и буквально там в следующем десятилетии началось строительство, тем не менее, крепостей. Видимо, была проведена работа дипломатическая, и уже в 1720 году последняя из запланированных крепостей, Узко-Миногорская, она была построена. То есть, цепь в Утертышской линии сложилась. Другие части сибирских оборонительных линий 18 века это Тоболо-Ишимская и Колыванская линии. Надо отметить, что вот все и Иртышная линия, да, или Иртышская, и Тоболо-Ишимская, и Колывано-Вознесенская линия, они довольно большие территории закрывали. 900 с лишним километров каждый участок сибирских оборонительных линий. Колоссальное расстояние, потому что территория вот Западной Сибири, да, вот эта вот зона, которой прикрывали оборонительные линии, она страдала от набегов кочевников, очень тяжело. Поэтому строительство этих линий было очень актуальной задачей, очень актуальной задачей, огромные ресурсы, необходимо было задействовать решение о строительстве этих линий было принято. Теперь поговорим о так называемой Тоболо-Ишимской линии или, как ее еще называют, Старой Ишимской линии. Она состояла из целой серии парпостов и пережила несколько этапов строительства. Первоначально было построено две слободы укрепленных. Чернолуцкая, недалеко от города Омска, и Татмыцкая. Понятно, что расстояние огромное, и вот этих двух слобод явно не хватало. То есть кочевники спокойно проникали на территорию, и в районе 1740 года большой отряд, как написано в архивных делах, немирных киргиз-кайсахов, прорвался, так сказать, по территории, прошел и разорил две русские деревни, сжег и уничтожил, но население в полон, в рабство угнал. И угрозе подвергся так называемый Айовский Волок. И угроза этому Волоку, она заставила, ну, государство, российское государство начать строить дополнительные укрепления вот на территории старой Ишимской оборонительной линии. И немедленно была построена целая серия форпостов. Буквально в 1741 году началось строительство этих форпостов. Нападения кочевников не прекращались, и это вынуждало государство опять усиливать оборонительные возможности этой старой Ишимской линии. Следующий этап это 1745-1747 годы. Были построены там целая, 17 вообще, и 17 по другим источникам, 18 форпостов. Старая Ишимская линия, это огромная дуга такая вот, неровная, да, по границе прямо. Вот. И оказалось, что переселенцы из европейской части России, они начали интенсивно осваивать, так сказать, предполья перед этими укреплениями. То есть это и пахотные земли удобные, это и рыболовные угодья, и сенокосные угодья. То есть понятно, что государство и военно-административные структуры вынуждены были, чтобы как-то защитить этих людей, которые за территорией, выделять целые отряды конвойных казаков, регулярных войск и так далее, и так далее. То есть это очень неудобно оказалось. И практически сразу с завершением строительства этой линии появился проект о формировании более, так сказать, оптимальной линии укрепления, которую потом назовут новой Ишимской линией, которая должна была вот этот вот аппендикс огромный, эту дугу спрямить. Командующими силами, да, военными Сибири, генерал-майору Киндерману, Сенат поручил самому разобраться в ситуации. Что же сделать? Как построить ее? И Киндерман на месте, вот, проехал территорию, да, планируемое строительство, и принял решение, что надо спрямить линию от урочища и крепости Звериная голова, вот, это современная Курганская область, до Омской крепости. Исторический парадокс или исторический, ну, не анекдот, а историческая такая трагедия, да, заключалась в том, что Киндерман осмотрел это место в так называемый смачный год, как написано в архивных документах, смачный год. То есть, когда шли очень много дождя, и водоемы были наполнены водой. Он оценил то, что водоемы пресноводны, очень хороши, вот, и в 1752 году, когда было принято решение о строительстве этой линии, вот, она начала строиться, и оказалось, что все не так хорошо. Вот, почему линию назвали Горькой или Пресно-Горьковской? Часть озер, которые осмотрел, или часть мест, которые осмотрел Киндерман, располагалась почему-то около соленых озер. Причем, самое интересное, вот, климатическое движение такое было, эти озера постоянно ухудшались. Еще более солоноватая вода становилась, либо они превращались в болото гниющее. То есть, очень тяжело было находиться, и так называемые выписные казаки, вот, в архивных делах существует огромное количество, просто бежали. И со строительства этих крепостей убегали просто, потому что, ну, не могли выдержать эту вот нагрузку, вот, чисто физическую. Тем не менее, к 55-му году она была построена, линия, и надо отметить, что она сооружалась уже по законам европейской фортификации. То есть, эта крепость строилась по бастионной схеме. К 1761 году деревянная часть сооружений новой эшимской линии обветшала. Кроме того, ситуация геополитическая изменилась, да, джунгарской угрозы уже не существовало. Тергизской исааки, да, жузы начали российское подданство просить. То есть, и движение, так сказать, расширение российского государства шло уже, ну, значительно дальше этих линий. То есть, территория уже прочно вошла в границы российского государства. И эти сооружения не забрасывались, а, например, предлагали крестьянам поселиться в районе этих сооружений. И они с охотой поселялись, перекупали деревянные строения, там, разбирали для своих целей и так далее. Осваивали территории вокруг пашнями. То есть, вот, прямо вот такое вторичное использование, что ли, этих фортификационных сооружений. То есть, вот эти фортификационные сооружения сейчас представляют, ну, некоторые, которые сохранились, вообще интерес. С точки зрения истории развития военного дела России с точки зрения освоения территорий и так далее.